Всем привет! С вами Владимир Куличенко, гитарист команды Печь. Вы находитесь на нашем YouTube-канале группа Печь. И я хотел бы с вами поговорить об альтернативных строях для гитар. Для электро, для акустических. В принципе, неважно, на какой гитаре вы будете применять альтернативный строй. Для чего вообще нужно применять альтернативный строй? И как к нему прийти? И я хотел бы запустить вот эту серию, потому что накопился определенный багаж опыта и знаний на эту тему. Есть строи, которые я придумывал, есть строи, которые я где-то подсмотрел, есть строи, которые где-то случайно как-то ко мне попали. И я хотел бы с вами поговорить о строях, поделиться с вами и продемонстрировать определенную игру и, может быть, тем самым как-то смотивировать вас для того, чтобы вы смогли немножко расширить кругозор гитары таковой. И, в общем, альтернативные строи бывают разные. Мы все знаем стандартные строи, я не буду их перечислять, мы знаем даже определенные какие-то классические композиции и вещи, которые сыграны в альтернативных строях. Ну, это там Open-G, Open-D, там Drop-D. Я хотел бы немножко углубиться. Конечно, мы эти строи тоже будем с вами проходить, но я хочу с вами показать строи, на которые я попал как-то либо случайно, либо где-то нашел, либо сам какие-то строи подобрал. Их будет, ну, в порядке где-то 30-40 штук, наверное. Они будут как-то, ну, идти, собственно, в разнобой по моему настроению. И, собственно, перед тем, как показать какой-то строй, мне нужно немножко понять характера звучания и направления музыки, к которой мы будем двигаться. Но, собственно, для этого и делаются альтернативные строи. Когда вы можете, например, попасть в определенный музыкальный кризис, у вас ничего не сочиняется, есть очень классный такой лайфхак, как альтернативные строи. Вы можете где-то там подсмотреть, либо сам придумать, и тем самым гитара вам сама уже подскажет, куда двигаться, и какое направление. И тот или иной строй, он нам как раз-таки помогает определиться и стилистикой, и с характером. То есть он немножко нам как бы сужает в определенных рамках звучание. Но если смотреть глобально на гитару, то расширяет наше сознание подхода к этому инструменту. Итак, я буду в основном демонстрировать альтернативные строи на гитаре джаза мастер, потому что у меня здесь изначально альтернативный был строй, и для этого я применяю струны потолще. У меня 12,56 вроде бы, или 52, точно не помню. В основном альтернативные строи, они будут с пониженными струнами, но бывает так же, что часть струн бывает, например, оттянута вниз, а какие-то струны могут быть наоборот, на полтона или на тон, наоборот, приподняты. Итак, наш первый строй, он называется адмирал. Вообще у нас строи будут очень интересные, специфичные такие названия. Я их придумывал, собственно, где-то в интернете я как-то находил. Но свои строи я не знаю, я не буду никак называть, просто буду говорить, что вот мой строй такой-такой-то. Но этот строй называется адмирал. И вот основные такие строи, которые я нашел в интернете, я их буду как бы вести по порядку по алфавиту. В общем, строй адмирал. Первая струна у нас до. Вторая струна у нас си. Третья струна у нас соль. Четвертая струна у нас до. Пятая струна у нас соль. Нам помогает боссовский тюнер. И шестая струна. У нас в до. И у нас получается вот такая. Вот такой вот открытый строй. В основном все строи альтернативные. Они уже имеют какую-то определенную гармонию, определенную даже мелодию, когда вы сыграете. И сыграв тот или иной строй, не зажимая, вы можете примерно уже понять, куда вам двигаться. Вот чем плохо стандартный наш обычный строй на гитарах, то, что он, в принципе, такой непонятный. То есть, только лишь зажав где-либо, мы с вами уже можем двигаться в том или ином направлении. Это как раз-таки и было, видимо, сделано, чтобы вы сочиняли в разных тональностях, могли играть. То в альтернативных строях вы как раз-таки тоже и ограничиваетесь. И в тональности зачастую вы, скорее всего, будете играть. в той тональности, в которой у вас открытые струны уже вам подыгрывают. То есть, у меня это, в данном случае, это у нас либо до, либо соль. Так, мы сами применяем Pivi Classic 50, немножко регерберации. Я буду играть в основном на чистом звуке. Ну, давайте сами, так скажем, немного поимпровизируем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, это был строй под названием «Адмирал». Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новое видео с новыми строями. С вами был Владимир Куличенко. Всем пока, всем пока, всем печь.